тема сегодняшнего занятия это основа работы в системе линукс это я напоминаю второе из четырех базовых занятий если кто-то из вас уже был дать и опытом работы в данной операционной системе особенно администрирование вам сегодня может показаться крайне скучно возможно вы не услышите для себя даже ничего нового но для тех из вас для кого это кто раньше опыта не имел это необходимо рассказать поэтому начну начнем с простого а именно с того как каким образом происходит загрузка операционной системы вначале кто может может вообще рассказать о порядке загрузки персонального компьютера системы и bm pc что при этом происходит искать в общих чертах во во многом независимо от того какая у него установлена операционная система сначала аж до этого что ничего не происходит верно мбр зависит от файловой системы вы уверены хорошо давайте лучше сразу я буду рассказывать это год на самом начальном этапе загрузки системы у когда вообще компьютер компьютера система и bm pc происходит и инициализация оборудования проверка его работоспособности называется это вкратце пост power on self-test самопроверка при включении после прохождения этой проверки после того как проверка оборудования произошла минусу необходимо передать управление загрузчику загрузка системы бывает двух основных видов с какого либо локального устройства будь то жесткий диск сидером или если кто-то из вас еще помнит что это такое дискета либо удал за загрузка может быть удаленной по сети про удаленную загрузку мы и протоколы которые при этом используем поговорим позже сейчас только отметим что bios и поддерживающую загрузку по сети могут удаленно получить конфигурацию сети указание по протоколу будь по о том где какому именно серверу подклю подключиться и где взять загрузчик но сейчас нас будет интересовать самый простой случай именно локальная загрузка при локальной загрузке необходимо чтобы было собственно системе устройство поддерживающие вернее даже не так как выражусь локальную загрузку в которого подел поддерживать данный bios для этого в случае жесткого диска это обычно загрузочный жесткий диск у которого есть таблица разделов поддерживаем биосом формате то есть в историческом формате мбр или в недавно появившемся формате гпт вообще здесь история такова что давным-давно в темные времена доза когда диски были маленькие с одной стороны и местом они на них экономили и от них многому многого не требовали использовался стандарт разбивки диска на разделы мбр master boot record это стандарт поддерживал 4 раздела и мы и максимальное адресуемое пространство было в размером в 2 терабайта то есть два в 32 степени поскольку адреса там были 30 убитный умножить на размер размер сектора в 512 байт со временем количество разделов всего в 4 стало не хватать поэтому там придумали костыль виде расширенных разделов то есть один один из разделов можно было бы указать как расширенные он уже содержал информацию так называемых логических разделов которые уже находились внутри него таким образом можно было создать в расширенном разделе еще и еще 16 других разделов однако проблему с адресацией объемов не более 2 гигабайт двух терабайт пардон двух терабайт конечно же решить не удалось поэтому был создан формат гпт гуид partition table который поддерживает наличие на диске до 128 разделов и адресацию объема во много-много экзабайт поскольку сейчас уже проблема того что мбр не хватает стоит остро жесткие диски размером более двух терабайт находится свободной продажи проблема с тем что аппаратные массивы дисков размером более двух терабайт не могли так адресоваться стоял и раньше когда еще таких индивидуальных жестких дисков не было таким образом потребовал потребовалось создание новой системы раздела убивки разделов и стала гпт и современные bios и особенно те которые них основаны на базе уефе также поддерживает загрузку гпт загрузчик в этого для того чтобы загрузиться с диска bios должен найти на нем загрузчик и отдать ему управление устроено это в случае мбр и случае гпт по-разному посмотрим как это устроено в случае мбр таблица разделов загрузчик находится в первых 512 байтах диска поэтому прочитаем первые 512 байт с жесткого диска на котором установлена система и передадим их магический утилите файл которая умеет определить огромное количество различных форматов файлов и один из этих форматов это формат загрузочного раздела мбр здесь видно что он прочитала стандартного ввода информацию о присутствующих в этом на этом диске разделах кроме этой таблицы разделов в мбр место занимает первая часть загрузчика понятно что в 512 байт много кода например поддерживающего различные файловые системы и тому подобные вещи положить не удастся поэтому единственное что способен сделать этот загрузчик это запустить был уже остал основной загрузчик системы который выполнить все остальные действия в терминологии загрузчика групп который мы все будем пользоваться это называется стоит же 1 стоит 2 стадии 1 и стадия 2 стадии 1 находится в мбр и умеет только грузить стадию 2 стадии 2 умеет все остальное она умеет работать с файловыми системами в случае если необходимость них прочитать например образ ядра и загрузить его она умеет работать с софтовыми массивами на случае если именно такова на таком у них лежит образ ядра его и но многое другое но порядок загрузки именно такой сначала считывается загрузчик из из мбр а затем запуска запускает основной загрузчик лежащий уже на файловой системе случае gpt все не так в gpt для того чтобы с данного диска можно было грузиться нужно создать отдельный служебный размер раздел размером домик мегабайта и файловой системы вафат и там уже будет находиться загрузчик да да конечно же я с помощью утилиты dd утилита dd умеет брать и стандартного года или из какого-то файла данные и выводить их тоже в какой-то файл или на стандартный вывод в данном случае я из его взял из файла файлом послужил послужило устройство дефэзда в у них все вообще используются идею так сказать исповедуется идеология все есть файл и все в том числе жесткие диски представлены в системе в виде таких вот логических файлов из него я прочитал первый 512 байт это первый 512 байт на данном диске и отправил на стандартный вот команды файл который указал брать данные со стандартного ввода а команда файл умеет при него принимать файлы во многих разных форматах и определять что же именно и что это именно за такой формат и каким-то образом возможно в случае отдельных форматов комментировать содержимое например если и передали мбр она может прочитать его и писать какие же именно разделы там присутствуют что такое пайпа каким образом стандартный вывод одной команды был перед на стандартный вот другой мы разбирали на предыдущем занятии с этим надеюсь вопросов нет после того как загрузчик принимает управление он решает одну основную задачу ему нужно запустить ядро операционной системы перед этим на случай если например может возникнуть необходимость выбора ядра он показывает меню это меню вы видите при загрузке системы там написано как минимум два варианта загрузки ядра поскольку при загрузке ядра загрузчик может передать ему различные аргументы опции для того чтобы ядро грузилась так или иначе и и и в зависимости от своей конфигурации загрузчик может в этом месте предложить меню предложив попробую сейчас вам это продемонстрирую рассмотрим загрузку системы правда на примере вирту виртуальной машины но в данном случае это не столько важно вот надо данный момент виртуальный bios передал управление загрузчику есть возможность выбрать одну 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 из двух опций загрузки отличающиеся друг друг от друга по параметрами которые будут переданы ядро операционной системы параметры это просто набор символов разделенных пробелами в данном случае после того как управление передано ядро операционной системы она встает перед перед следующей проблемой как известно гидро линукса имеет модульную архитектуру то есть многие части ядра не входят его базовый образ а загружаются модулями при необходимости числе для таких модулей могут быть например драйверы устройств поскольку понятно что линус поддерживает огромное количество различных устройств и драйвера большинство из них идут с ним сразу стандартной поставки чтобы она могу угрузиться практически на чем угодно а в случае вашей конкретной системы у нее есть вполне конкретный набор оборудования и там например контроллер один контроллер жестких дисков из там тысячи поддерживаемых линуксом нет необходимости вгружать в оперативную память все остальные 999 драйверов загрузить только только ваш однако каким же образом это сделать когда игру ядру нужно только начать запускаться а и например например инициализировать диски драйверы этих дисков как раз таки находится в таком модуле и в самом сам образ ядра не входит эту проблему решает и и и оба и не трд и не трд это образ рам диска то есть диска находящие данные которые находятся прямо в оперативной памяти который должен находиться на каком-то устройстве хранения которому ядро может обратиться используя лишь свои базовые модули которые в него в компе лены и про прочитав его а номеру и ядро разворачивает этот образ в оперативной памяти использует в качестве корневой файловой системы в этом образе содержатся модули ядра которая на дальнейшем может использовать при своей загрузке и таким образом погрузить только те драйверы того оборудования которые есть непосредственно у вас для того чтобы начать с него работу в дальнейшем уже после того как ядро загрузить и не трд то есть этот самый рам диск и возьмется него все нужные модули она выполняет действие по по монтированию текущей корневой файловой системы и запускает и нет и нет это это основной процесс пользовательского окружения и и нет это это основной процесс пользовательского окружения в линуксе и к задать задача которого заключается в том чтобы запустить все ты все требуемые процессы и примонтировать остальные файловые системы которые не являются корневой и так что же именно про и так за основная задача задача не того в этом случае заключается в том чтобы загрузить запустить службы пользовательского окружения запустить например логин который позволит вам зайти запулею запустить нужные дема и тому подобные вещи зачем нужно ядро кто кто может объяснить зачем вообще задачу решает ядро операционной системы какие какие задачи решать ядро операционной системы зачем она вообще вообще нужно а хорошо абстракция оборудования от приложения это одна из задач а другая в каком смысле управляет да да хорошо управляет выделил выделением ресурсов процессом запущено пользовательском окружении и и что еще делает и ядро кроме этого да хорошо при помощи системных вызовов она обеспечивает доступ приложения к некоторых к некоторым набору ресурсов будь то за компьютере какие-либо службы предоставляемые самой операционной системой ну в общем случае она предоставляет для приложения набор системных вызовов каким образом ядром можно управлять сейчас я не буду рассказывать естественно рассказывать об этом в деталях поскольку к сожалению наборе настройки до ядра слишком велик и о каждой из них мы будем говорить только в тот момент когда это нам потребуется но сейчас я упомяну только о том каким именно образом эти настройки может смотреть и задавать задавать для этого использую для у ядра ли как линукс это так и друг других юник-систем существует интерфейс cctl cctl позволяет работать с не с определенным набором параметров которые хранятся в формате ключ и значений или клейли ключ набор значений в зависимости от конкретного параметра и их слишком много для того чтобы останавливаться на каждом в отдельности вот видите конкретной конфигурации ядра и 778 поэтому у него мы не будем сейчас и их рассматривать и те из них которые наиболее важны для работы системы мы скорее всего рассмотрим на одиннадцатом занятии когда будем говорить вы выделение рисую ресурсов приложения кроме этих настроек существует еще настройки того какие модули необходимо груди грузить в данной системе и какие у нее у них также должны быть настройки об на этом также сейчас останавливаться не будет просто стоит знать об интерфейсе под названием от проб задача которого заключается в том чтобы задача которого заключается в том чтобы управлять загрузкой модули ядра и указывать например с какими опциями им грузится поскольку модули ядра но могут грузиться по-разному за зависимости от опции пример этого можно видеть эти симы мод проба беды и в конкретном опции будем рассматривать когда это когда возникнет необходимость поскольку и на и на иначе придется обсуждать слишком много и слишком долго сейчас же перейдем от краткого рассмотрения того зачем уже ядро так тому собственно зачем нам нужна операционная система она нужна для того чтобы решать те или иные задачи запуская те или иные процессы что такое процесс процесс состоит из образа исполняемого кода то есть той самой программы которая которая запущена в рамках данного процесса и которая работает с какими-то данными выполняет какое-либо взаимодействие с внешним миром для данного кода есть определенные адресное пространство в котором находится как он сам так и данные с которыми но он работает и также там может там может находиться него кода не данных это может быть просто адресное пространство которое процессу было выделено но с которым он еще не начинал работать еще один набор ресурсов процесс это набор дескрипторов дескрипторы это определенные ресурсы выделяемые процессу ядром пронумерованные от нуля и далее отвечающие за все операции ввода-вывода данного процесса то есть когда в своей программе открываете файл и ядро для это для работы с этим файлом выделяет дескриптор и зависимости от того с кеми опциями вы его открыли на чтение или на запись или мы или может быть прямым ввода выводом директ и это будет от этого будет зависеть набор свой дескриптора или если вы открыли подключение к сети или наоборот вы работали у вас сервер и к вам открыли подключение только то каждое подобное подключение тоже будет представлять собой отдельный отдельный дескриптор в рамках той самой идеологии unix все и все есть файл и в данном случае раба работа с файлами сетевыми подключениями в значительной степени унифицированы кроме дескрипторов у процесса есть атрибуты доступа пользователь под которым он запущен группу под которым он запущен набор лимитов ресурсов которые которые данный процесс имеет право использовать переменные окружение это и и того и тому подобные вещи также за за текущее состояние процесса отвечает контекст процессора текущие регистры указа указатель на стеки и поэтому подобные вещи они определяют в каком именно стадии своего исполнения данный процесс находится каким образом можно посмотреть какие процесс процессы запущены системе и свойства каждого из них на основных утилит для работы с процессами это ps и по умолчанию она вам просто увидит процессы запущены в рамках данной сессии это нет и это не слишком интересно с поэтому запустим ps минус и и и и и таким образом получим список процессов с пользователем который запустил пидами пид это числовой идентификатор процесса или потока в системе уникальные не не может быть идут двух процессов с одним и тем же пидом и не и не может быть в системе потока которому выделен такой же пид как какому-либо другому процессу и потоку и и набор отрыв атрибутов к включая саму команду строку процесса то есть по умолчанию это исполняемый файл и его аргумента хотя этому может быть любым процессом и изменено каковы где же хранится информация о свойствах процессов которые используют том числе и утилиты ps и можно пользоваться самому для хранения опять же в рамках идеологии все есть файл для хранения подобной информации существует специальная псевдо файловая система псевдо файловая она потому что это на самом деле не файлы которые хранятся где-то на жестком диске а просто одного набор данных которые ядро в виде файловая система предоставляет ли у программам использоваться в окружении и это файла система называется проков с подавляющим большинстве дистрибутивов умолчания на примонтированных людей в директории прок там содержится деле директории полета содержится набор служебных файлов и директории отвечающие за параметры конкретного процесса например про прок 1 это директория отвечающий за параметр процесса с пидом 1 а процесс пидом 1 это всегда и нит именно в седьмой центусе роли нита исполняет систем д как посмотреть какими основными свойствами обладает данный процесс для этого существует псевдо файл прок пид процесса статус там указано имя процесса его тегу и его текущее состояние группа под которым он запущен потребляемые им ресурсы те о том какие именно ресурсы могут потребляться процессами и когда мы поговорим несколько позже например какое адресное пространство выделено данному процессу какое из-за какая часть этого адресного пространства действительно в если используются реально также сколько сколько в этом процессе потоков в этом например процессе один поток и другая информация часть из которой мы будем рассматривать далее или на другим других занятиях один из основных ресурсов которые выделяется процессу это его это выделенная оперативная память мы об этом уже говорили не совсем немного нам на предыдущем занятии и упомяну еще раз сейчас о том что вы выделенные процессу адресное пространство не не соответствует реально занятые в системе этим процессом памяти действительно выделяется про память выделяется процессу только все в ситуации когда как в какую-либо часть выделенного адресного пространства он пытается записать данные и только в этом случае происходит выделение памяти какими же кусками происходит выделение предположим процесс запросил какую область памяти какой-то длины и И затем решил записать в эту область памяти 1 байт. Кто знает, какого размера блок памяти процесс будет выделен в реальности. И вообще, что это за такой параметр? 4 чего? Гигабайта. Гигабайта? А если в системе столько нет, 4 гигабайта – это довольно много. Что это за магическое значение такое, 4 килобайта? Правильно. Это страница памяти в архитектуре x86. Дело в том, что, естественно, работать с памятью таким образом, что у каждого байта памяти будет 4-байтный адрес очень было бы неудобно. В таком случае был бы дичайший адрес, а 8-байтный адрес в таком случае был бы дичайший overhead по этим самым адресам. И поэтому работа, например, могла бы возникнуть ситуация, когда все блоки памяти подотрелось бы выделить разным процессом или в рамках хотя бы разных выделений, в таком случае overhead был бы 1 к 8, то есть на 1 байт памяти приходилось бы 8-байт его адреса в таблице страниц. Именно поэтому для выделения памяти используется блок в 4 килобайта. Он достаточно велик для того, чтобы одного адреса страницы длиной 8 байт было не видно на фоне его размера в 4 килобайта. Что же происходит, когда ваша программа пытается, скажем, разыминовать указатель и каким-то образом вообще обратиться к значению находящемуся в оперативной памяти? Она, естественно, при этом обращается по указателю к адресу своей собственной виртуальной памяти, которая никакого реального отношения к железу не имеет. В этом случае необходимо обратиться к таблице трансляции страниц из адресного пространства данного приложения в реальную физическую память и оттуда уже узнать адрес той страницы, данные с которой необходимо получить. Довольно очевидно, что работа с этой таблицей критична для скорости выполнения любой программы, поэтому эта работа реализована аппаратно. за нее отвечает MMU, Memory Management Unit, устройство для управления памятью в центральном процессоре и, естественно, поскольку это критическая для производительности операция, для этого выделен кэш. Кэш этот очень быстрый и, соответственно, очень маленький. на многих процессорах x86 или x86-64 этот кэш имеет размер всего приблизительно в 1024 записи. Однако в 1024 записи для страниц размером 4 килобайта это довольно немного, всего лишь 4 мегабайта данных. В случае же, если происходит обращение к странице памяти, трансляция, которая не находится в этом кэше, приходится идти в оперативную память за всей таблицей. И это долго. Нужно сходить в оперативную память за таблицей, в трансляции, понять в какой странице лежат данные, а потом уже пытаться получить эти самые данные, которые, если поведет, находятся где-нибудь в кэше процессора, если не поведет снова в оперативную память. Это слишком долго. Каким же образом решить эту проблему? С одной стороны, было бы интересно попытаться увеличить страницу, а с другой стороны, если учесть, что локация памяти идет по страничному, увеличение размера страницы всегда приводит к увеличению неиспользуемой оперативной памяти. Поскольку в очень многих случаях, например, в большинстве реализаций кэша файловой системы или в других служебных вещах, например, для каждого файла, с содержимое которого кэшируется, выделяется отдельная страница оперативной памяти. Соответственно, если его размер меньше размера страницы, то часть памяти теряется, и увеличение базового размера страницы в этом случае просто приводит к тому, что эффективный размер памяти в системе восстановится меньше. Это было бы тоже не очень хорошо. И для того, чтобы убить двух зайцев, в архитектуре X864 поддержали такое явление как huge pages – большие страницы. Оно заключается в том, что аллокация по процессу может быть сделана не только на страницу размером 4 килобайта, но и на так называемую большую страницу. И в архитектуре X864 размер такой страницы 2 мегабайта. Таким образом, вы можете адресовать уже не 4 мегабайта, а 2 гигабайта данных, трансляции которых находятся в быстром кэше, что гораздо приятнее и лучше влияет на производительность процесса. С другой стороны, в случае, если подобные вещи нежелательны, по умолчанию можно продолжать использовать обычные 4-килобайтные страницы. И способов работы с большими страницами существует два. Первый из них, исторический, заключался в том, что с помощью того самого ССКТЛ, о котором мы говорили, брали и выделяли количество больших страниц, которые будут в данной системе с помощью WMNRF huge pages. То есть решали, что, например, если 10 гигабайт памяти в данной системе нужно выделить под большие страницы, то нужно выделить 20 тысяч больших страниц и задавали значение в этом ССКТЛ, и только приложения, умеющие работать с большими страницами, могли обратиться к данной памяти. Всем остальным она была недоступна. У этого подхода есть набор преимуществ и недостатков. Преимущество в том, что к этой памяти смогут обратиться только те приложения, для которых она предназначена, и эта память не может быть никогда вытеснена в раздел подкачки на жестком диске, то есть обращения к ней всегда будут предсказуемы быстрыми. И недостаток заключается в том, в минимальной гибкости. То, что это количество страниц нужно выделять сразу при старте системы, выделяться они будут подряд. То есть если вы попробуете увеличить количество больших страниц, а такого количества свободной оперативной памяти подряд не будет, то выделить их просто не получится. И придется заранее задать значение этого ССКТЛ для следующей перезагрузки в конфигурации и перезагружать систему, так работать неудобно, хоть и эффективно. Поэтому для облегчения работы с большими страницами придумали прозрачные большие страницы. Так называемые анонимные hugepages, они же transparent hugepages и anonymous hugepages, это синонимы. И видно, что в данной системе 6 мегабайт данных находятся на больших страницах, то есть таких страниц выделено на 3. Работа с ними абсолютно прозрачна. Приложению не нужно думать, на странице какого же именно размера идет аллокация. Ядро само, исходя из размеров аллокации предыдущего поведения данного приложения, решает, какие именно страницы памяти выделить. И с другой стороны, данные, находящиеся в прозрачных hugepages, могут быть также вытеснены своп, как и любые другие данные оперативной памяти. Поэтому никакого предсказуемого быстрой работы с этой памятью в данном случае, конечно же, не будет. У всего есть набор преимуществ и недостатков. Другой вид ресурса, который выделяется процессу, это дескрипторы ввода-вывода. Вы, конечно, все знаете о стандартных дескрипторах ввода-вывода. Это стандартный вывод, стандартный вывод и стандартный поток ошибок. В Unix системах этим дескрипторам присваиваются также стандартные номера 0, 1 и 2 соответственно. А в случае необходимости работы с каким-то другим файлом или установки сетевого соединения, для этого выделяются дополнительные дескрипторы. Посмотрим, как это выглядит на практике и заодно узнаем, что список выделенных процессу дескрипторов находится в директории PROC PIT процесса FD. В данном случае видно, что данному процессу выделены, будьте здоровы, дескрипторы с 0 по 37. И значительная часть этих дескрипторов файлов. Это сетевые соединения, но некоторые из них используются для работы с файлами. Поток стандартного ввода, стандартного вывода и стандартных ошибок здесь завернут в девну. Служебное устройство, которое может принимать и отбрасывать произвольное количество данных, а при попытке чтения из него всегда возвращает конец файла. Ничего передать или получить данному процессу на стандартные вводы или получить невесшотство на стартные выводы и через стандартные ошибки нельзя. И на этой же псевдофайловой системе содержится определенная информация об этих дескрипторах, такая как, к примеру, опции, с которыми они были открыты, позиции, на которых в текущий момент находится в этом файле процесс и флаги. То есть те из вас, кто был на предыдущем занятии и знают о правах доступа к файлу, могут сразу увидеть, что здесь на разных дескрипторах присутствуют различные права. Например, здесь присутствуют права только на чтение и исполнение. Это означает, что данный дескриптор открыт на чтение. Если бы здесь были права на запись, это бы означало, что данный дескриптор открыт на запись. Работать однако же с дескрипторами таким образом не очень удобно. И для того, чтобы можно было получать их в более удобоваривом виде, существуют утилиты LSOF, находящиеся в одноименном пакете. Для того, чтобы установить сейчас LSOF, я использую штатный пакетный менеджер операционной системы YAM. YAM install LSOF. В дальнейшем все необходимые пакеты мы будем ставить с его же помощью. Вот давайте, например, сейчас поставим утилиту для просмотра дескрипторов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот. Эта утилита в чуть-чуть более удобоваривом виде выводит то, какими именно дескрипторы открыты тем или иным процессом. И с помощью нее можно смотреть, например, какие файлы открыл и с какими правами начали или на запись тот или иной процесс. Это очень полезно для отладки его работы. Например, если у вас есть какое-то неизвестное приложение, вам интересно, куда оно пишет LSOF, вы можете посмотреть таким же образом список дескрипторов и найти в нем открытый на запись файл, название которого похоже на то, что это файл журнала. И там уже, читая его, попытаться разбираться с тем процессом, который в данный момент вы видите. ЛСОФ без аргументов просто выводит все дескрипторы, открытые всеми процессами. Вот видите, здесь присутствует в колонке процесс, пит процесс, пользователь, по которому он запущен номер дескриптора или его специальный тип. либо LSOF минус P, пит процесса выводит дескрипторы, открытые конкретно тем процессом, пит которого вы передали. Итак, мы остановились на утилите, которая показывает дескрипторы, открытые процессом. Я на это, честно говоря, рассчитывал, но никто из вас не задал вопрос. Я говорил, что дескриптор – это число. Но, а что же такое здесь в столбце файловый дескриптор вводится числом, не являющееся? Это может быть мем, txt или что-то еще. Что это за служебное значение? Начнем с txt. По терминам txt обозначается исторически вовсе не текстовый файл, а исполняемый файл приложения. Почему-то когда-то давным-давно, когда программисты были суровыми и умели читать в машинных кодах, такие файлы назывались просто текстами. Их открывали в бинарном редакторе и читали как есть. В настоящее время программисты уже не те, что раньше, но название осталось. Служебные дескрипторы типа мем – это разного рода файлы, помещенные в адресное пространство данного процесса. В данном случае это разделяемые в библиотеке, а также файлы, которые замаплены в адресное пространство процесса с помощью ммапа. Вот в данном случае видно, что вот этот файл здесь просто замаплен. А это разделяемые в библиотеке. Для тех, кто не знал, в Unix системах вот эта вот точка ISO – это то же самое, что в Windows .dll. Это шаренная библиотека, которая может использоваться тем или иными процессами. Она просто помещается в адресное пространство и отображается в списке дескрипторов таким образом. Cvd – это current work directory, текущая директория данного процесса. RTD – это корневая директория процесса, выше которой он подниматься не может. И в данном случае эта корневая директория является просто сам корневой раздел, но существуют техники, при которых корневая директория процесса может меняться. И таким образом, например, реализована система контейнеров в Linux. Но, пожалуй, самый основной ресурс, который процесс может потреблять и в распоряжении, которым собственно состоит. Задача практически каждого процесса – это ресурсы процессора. Ресурсы процессора могут потребляться процессом следующими основными свойствами. Во-первых, он может исполнять свой собственный код. То есть вы написали какое-то приложение, в коде которого выполняются какие-то операции, например, вычисления или работа со строками, или что-то еще. И при этом расходуется процессорное время. Это процессорное время расходуется в пространстве пользователя и типично называется просто словом «user», именно потому что он расходится в пространстве пользователя. Также процесс может запустить какой-то системный вызов, который также потратит определенное количество процессорного времени. Но это процессорное время будет потрачено не в коде приложения, а в коде ядра и такое процессорное время будет учтена отдельно для того чтобы отличать мух от котлет а время занятое вашим приложением от времени за занятым ядром по его просьбе это и это время будет называться понятием систем кроме этого процесс может ожидать завершение операции года вывода правда это время несколько не дифференцированные в системе она считается не по процесс на а не интегрально но тем не менее это может прийти и это а же называется и увейт кроме этого есть не несколько других вещей какие на которые может быть потрачено процессорное время и их можно увидеть популярный усилите мониторинга ресурсов процессоров процессов топ топ показывает на процессы в системе отсортированные по убыванию текущего потребляемые ими процессорного времени для тех из вас кто кто работает сам на на линуксе они на скажем винду и может его будет полезнее запустить даже не в учебной виртуалки в вашей операционной системе для того чтобы потому что там было скорее всего что-то уже запущено и вы увидите более интересную картину как и там будут перечислены собственно виды процесса процессорного времени который может быть занятой системе это может быть процессорное время в коде приложений которые выполняются в системе она называется юзер здесь сокращенный вес видеть его выделяю вот и юзер вес 20 процентов времени на это тратится в данной системе также это может быть системное время которое тратится на системные вызовы не на самом деле этот это тоже и самое что юзер но это но время за затраченные процессами у которых уменьшен приоритет учитывается отдельно и в данном случае такие такие процессы ничего не потребляют соответственно и потребление для них находится в нуле 80 процентов времени процессорные ядра в этой системе ничего не делают ну сейчас вот 76 процентов и какое-то время они могут ждать операции ввода-вывода это и увейт сокращенно здесь до боевые по вейт кроме этого процессорное время может тратится на обработку программных и аппаратных и программных прерываний я думаю вы все знаете что такое прерывание это не не и это событие в системе при котором управление передается текую на еды процесса текущего запущенного процесса некоему коду обработчика прерывания и время которое занято таким образом отдельно учитывается последнее время это стил от английского ступил красть она же она же здесь сокращенно указано как ст кто-нибудь знает что это за время кто кто у кого его каким образом крадет что это такое вообще это время когда которые в случае если на одной хостовой ноде запущено несколько виртуальных машин и им всем выделены одни и те же ресурсы потрачено другими виртуальными машинами то есть например у вас может быть системе всего четыре ядра вы запустили несколько вирту виртуальных машин и все мы выдали по четыре ядра и в случае если они все начнут активно потреблять ресурсы процессора они будут соответственно за эти ресурсы конкурировать для того чтобы учитывать ресурсы которые были затрачены другими виртуальными машинами на это же хост ноде и используется этот самый параметр стил на на физическом железе она всегда будет равно нулю как видно здесь да и на на виртуальной машине она также равно нулю поскольку здесь это виртуальная машина запущена в единственном экземпляре для отслеживания потребление процесса нового времени в системе существует соответствующие псевдо файлы в файловой системе прок однако разбирать его мы сейчас не будем поскольку это просто выльется в довольно муторный разбор формата файла желающие из вас может желающие могут прочитать man про man прок и из призываешь нас мана установлены в системе минимальной инсталляции это не входит и пройти и узнать формат его самостоятельно это и интегральное потребление ресурсов в системе и соответственно потребление ресурсов каждом каждым процессом углу фигурирует впрок пит процесса файлиста ну мы сейчас опять же на этом формате останавливаться не будем запомним запомним только сухой остаток каким именно образом может процесса могут потреблять ресурсы системы в данном случае процесс процессорное время о том каким же образом каким образом процессорное время между процессами может распределяться какие существуют здесь общие прийти кин принципы какие может для этого создать политики мы рассмотрим на одиннадцатом занятии это довольно таки про так сказать про продвинутые материалы возможно не всем он будет интересен и полезен поэтому его вынес на финальную через часть курсах которую скорее скорее всего захотят посетить не все для отслеживания нагрузки на на процессор я уже показал полезную пользователь интеллекту топ для но здесь возникает вопрос вот хорошо у нас есть некоторые число которые показывают общее потребую в его по долю времени когда который процесс процессор провел в ожидании ввода вывода на жестком диске а если же жестких дисков в системе больше одного каким же образом можно узнать распределение этого времени по ним чтобы узнать например к производительность какого из них является узким местом чаще всего системные администраторы используют для этого утилиту и остатка входящие состав пакет ассистат его можно скажем установить в данный момент с периодичностью в одну секунду снимается нагрузка на диски но диск данной системе всего один один диск из да если бы было больше дисков просто было больше строчек и и остат при этом выводит нагрузку на на каждый диск за последнюю секунду это количество запросов на чтение на запись которое было отправлено на диск после объединения тех запросов которые пришли ведь несколько запросов например на последовательное чтение одного и того же файла могут быть объединены в один запрос на начнение длинного длинной области на диске отправлен на диск одним куском они несколькими независимыми запросами далее можно увидеть скорость в мегабайтах секунду чтение записи на диске средние размеры завозапросов среди среднюю длину очереди и следующий важный параметр это утирую процент утилизации диска то есть какой по какой процент процессорного времени на данной системе было забыл был затрачен на же на ожидание ответа от этого диска и чем он выше тем соответственно выше какой-то интегр так сказать относительная загрузка этого диска и при ста процентах видно что диск расходует все всю свою производительность настоящий момент каким образом этого давайте это продемонстрируем вот теперь нагрузка на диск заметно возросла более того чтение из диска стала основной нагрузкой на данную систему видно что происходит чтение с довольно большой скоростью и практически все время в данной системе расходуется именно на иначе и вещь на чтение из диска на вершину да все вот операция завершена и теперь она нагрузка снова вернулась в ноль это поел полезное средство для то для того чтобы посмотреть то какой же именно до долю в тормозах вашей текущей системы составляет работа жесткими дисками при чем любая как с файловыми системами так например с разделом подкачки другим ресурсом а точнее так сказать и в некотором смысле сервисом которые предоставляют ядро для приложения являются системные вызовы при системном вызове приложение приложение в своем контексте запускает определенный код ядра и работает это так это и таким образом когда-то давно давным-давно исторически для того чтобы произвести системный вызов приложение вызывало определенное прерывание при этом происходило переключение контекста то есть приложение тогда выгружалась вгружала вгружался код ядра используя эти данные ядро выполняла какие-то действия потом снова выгружалась и вгружала приложение это было довольно долго поскольку необходимо было сначала забыть значение регистров приложения и сохранить их оперативную память сочетать оттуда регистра требуемые для работы ядра выполнить необходимый код и за потом выгрузить их загрузить обратно приложение это занимало очень много времени контекст свитч это обычно несколько десятков тысяч тактов процессора и поэтому так такой подход высокой производительности не отличался чтобы его от него отказаться решили просто всегда выделять часть адресного пространства процесса подошло под то чтобы за замапить в него системные вызовы таким образом системные вызовы доступны данному процессу могут выполняться про без переключить без переключения контекста и это стало работать значительно быстрее системные вызовы нужны для любой работы с внешними ресурсами скажем с вводом-выводом или для того чтобы отдавать те или и или иные команды системе скажем поднять сетевой интерфейс опустить сетевой интерфейс утилита которым это занимает им за ней который этим занимается отдает эти команды через тоже сидели системный вызов в общем для 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 любой работы системы также через системный вызов запрашивается выделение ресурсов будь то скажем открытие кого-то файла на чтение или запись с выделением дескриптора открытие подключение по сети или выделение памяти любое взаимодействие процесса скедром и инициируемые самим процессом осуществляется через именно через эти самые системные вызовы давайте посмотрим на примере как же понять например какие системные вызовы делает тот или иной процесс при своем запуске для того чтобы для этого нам потребуется утилита с трейс это утилита позволяет либо подключаться к текую к текущим процессом либо запускать просто под собой те или иные приложения и смотреть какие системные вызовы происходят при их запуске в данном случае я запустил самое право право простое приложение это команды ls видно что 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 произошло видно что при свой при своем старте да это приложение открыла разделяемые библиотеки которые нужны для его работы прочитала их содержимое и поместила себе о себе в оперативную память в свое адресное пространство пространство за за замат его и и закрыла вот здесь вот по запустив с трейс лс можно видеть как вначале это приложение получила необходимые для своей работы библиотеки в дальнейшем по после этого она убил убедилась в некоторых служебных вещах например на настройках безопасности с помощью селинукса в том что то что ему здесь можно запускаться также проверила с какой локали ему нужно работать и на каком языке ему нужно выдавать результат результаты для этого она открыла юсерва либо каль плохой локали локаль архив и и и и после этого она посмотрела с содержимое текущей директории вы вывела у нас нас на стандартный вывод вы видите дескриптор один список файлов в данной директории и завершилась это пример использования утилиты стресс для отладки если вам не очень понятно как работает то или иное приложение например какие файлы она пытается открывать при своей работе скажем она вы запускаете приложение она ругается на то что там отсутствует какой-то файл который по вашему должен присутствовать и вам интересно где же она где же мы вы ищет вы можете воспользоваться с трейсом чтобы посмотреть где же она его пытается открывать это одно одно из наверное трех полезнейших средства отладки которые используются при работе с приложениями в среде линукса друг другу другие будут два этих полезных приложений это отладчик gdb для того чтобы отлаживать кукот собственно самого приложения и утилита тси пидам для того чтобы смотреть как эта система другим взаимодействует по сети из стресс может работать в двух основных режимах смысла какому процессу она подключается и в двух основных режимах смысле вывода своей своей работы второй режим это во втором режиме она не запускает из-под себя какой-то процесса подключается к имеющим еще скажем подключимся к процессу чистом d и увидим что процесс что процесс системы спидом один сейчас про просто ждет событий и и ничего не делает если у него произойдет какое-то событие тогда в данном случае был бы системный вызове пол выйд завершится и вы будете будет виден его результат и будет видны действия которые по этому событию выполнил systemd например чтобы такого сделать остановим какой-нибудь сервис отлично остановили видно да к сожалению здесь может быть пример не слишком удачный поскольку следы слишком она слишком много показала 1 однако при его принцип понятен в ожидании событий завершилось так как произошло событие и systemd это событие обработала вот здесь завершилось ожидание как мы видели до момента когда я выполнил действие ничего вот этого не было видно что произошло одно одно дно событие дальше каким-то свое собственным образом от события прожение обработала и завершилась это первое для чего можно использовать второе для чего можно использовать стрелес это для так сказать профилирования использование щились и ресурсов систему приложения если вы видите что ваше приложение работает медленно но при этом вы вы замечаете что особенно время процессор проводит не в юзере, а в системе, то есть это не его код, а основную часть времени работает, а основную часть времени проводит в системных вызовах, то можем воспользоваться S-трейсом для того, чтобы понять, какие же именно системные вызовы занимают столько времени. Для этого запустим S-трейс также минус… ой, я не запустил. S-трейс с ключом минус C минус P1. В течение какого-то времени наберем статистику, какие же системные вызовы в это время делало приложение. Ну, в том случае, понятно, так неинтересно, оно просто ждет, поэтому заставим его выполнить какую-то операцию и посмотрим. Вот системные вызовы, которые выполнял систем D в то время, когда ему пришла определенная команда, и видно, что больше всего времени он провел в системном вызове Open, при этом Open было 716 и из них 128 завершились ошибками Unmap'ов, то есть удаление чего-либо из своего адресного пространства было 572, и это вторая по времени операция, ну и дальше другие системные вызовы заняли гораздо меньше времени. Таким образом можно понять, в чем же именно приложение проводит свое время, при условии, что это время проходит не в его собственном коде, а в системных вызовах. Но системные вызовы — это механизм взаимодействия приложения с окружающим миром. Приложение их инициирует, и оно может попросить что-то у системы, и система ей это либо выдаст, либо нет. А каким же образом окружающий мир взаимодействует с приложением, каким образом он может потребовать, чего тогда приложение потребовать, выполнить какие-то действия, перечитать конфигурацию, переоткрыть логи, ну или просто завершиться. Для того, чтобы окружающий мир мог взаимодействовать с приложением, предусмотрен механизм сигналов. Приложение для большинства сигналов может задать обработчик, а если обработчика нет, будет выполнено действие по умолчанию. Действием по умолчанию может быть либо игнорирование данного сигнала, либо, например, завершение процесса, либо заморозка его работы. Либо что-то еще. У каждого сигнала есть свои собственные действия по умолчанию. И почти все эти, и почти на каждый сигнал автор приложения может создать свой собственный обработчик. Например, если приложение приведет сигнал для завершения работы, может потребоваться перед завершением работы корректно закрыть используемым приложением ресурса, что-то сохранить, что-то где-то корректно завершить. И в таком случае, например, для сигнала сектерм, который отправляется для мягкого завершения процессов, обычно разработчик этого приложения сделает обработчик, который при получении сигнала сектерм будет закрывать мягко используемые файлы, что куда надо дописывать, и обеспечивать то, чтобы приложение завершилось корректно. Но не все сигналы можно обработать. Ведь понятно, что приложения не идеальны, они могут работать не так, как задумано, и может возникнуть ситуация, когда нужно экстренно завершить работу приложения, которое более мягкими способами не завершается. Например, у него есть ошибка в обработчике сигнала сектерм, который приводит к бесконечному циклу. Из этого обработчика он никогда не выйдет, а значит, само приложение никогда не завершится. Как в этом случае быть? Один из сигналов, который обработать нельзя, имеет номер 9. Это сиккил. Это с его помощью делается тот самый килл минус 9, который завершает приложение сразу, не давая ему ничего с этим сделать. То есть, например, если для корректного завершения приложения уже выполнить какие-то действия, они есть в обработчике сиктермо, то при сиккилле все эти действия выполняться не будут. И возникнет ситуация некорректного завершения. Другой сигнал, который невозможно перехватить, это сикстоп. Сигнал на немедленную приостановку работы данного приложения. То есть, оно не завершается, все выделенные ему ресурсы остаются, выполнение в дальнейшем может быть продолжить, отправив ему другой сигнал. Но, тем не менее, работа в приложении немедленно приостанавливается, и оно само с этим ничего не может сделать. Это нужно для того, чтобы, например, в ситуации, когда какой-то процесс превратился в так называемую форкбомбу и начал немедленно плодить другие процессы, сначала их все остановить, а потом их все убить. Ведь если их просто начать убивать даже тем же килл 9, то просто на их месте начнут появляться новые процессы. А для того, чтобы их все сначала остановить, а не перестали плодиться, а потом уже убить, в данном случае, например, может быть использована сикстоп. И поскольку, скорее всего, это нежелательное поведение приложения, оно работает уже некорректно, ни на какую его корректную обработку сигналов рассчитывать не приходится, поэтому сигнал сикстоп просто обработан быть не может. Номер я не помню, но посмотреть номера сигналов можно набрать в килл минус L. Кто самый глазастый, может найти здесь сикстоп, у него номер 19. Так же, у большинства сигналов нет какого-то своего собственного значения, это сигналы, которые доступны для разработчика таких конкретных сикстоп, но есть некоторые сигналы, которые задействованы в системе и выполняются в определенных ситуациях. Например, представим себе, что вы написали приложение, работающее с командой строки, оно запустилось и какое-то время работает, а в это время отвалилась ваша сессия, вы, например, были подключены удаленно и тайм-аут на ожидании того, что вы переподключите стек, что в это время произойдет с приложением, которое было запущено из вашей сессии. Всем таким приложением будет отправлен сигнал сикхаб. То есть, этого сигнала номер один, и действие по умолчанию для этого сигнала, если нет обработчика, это завершение процесса, к которому он отправлен. То есть, все, что было запущено из вашей сессии, когда эта сессия умирает, по умолчанию завершается. Но сигнал сикхаб, это не сикхаб, не сикстоп, он может быть обработан. Например, есть приложения, которые не работают вообще в привязке какой-либо сессии. Это так называемые демоны. Это может быть, например, ваш веб-сервер. Понятно, что для таких сигналов подобная обработка сикхаба не имеет смысла, ведь они не запущены ни с какой сессии, значит, и завершения этой сессии не будет. Поэтому очень часто разработчики демонов используют сикхаб не по назначению. Они используют его для того, чтобы, получив этот сигнал, приложение перечитало свою конфигурацию. Это одно из наиболее распространенных альтернативных использований стандартного сигнала. Но, тем не менее, например, при разработке не надо забывать о том, что он из себя представляет, и в каких случаях он будет отправлен приложению. То есть, если вы пишете демона, который умеет перечитывать конфигурацию и хотите сделать хорошо системному администратору, вы повешите на обработчик первого сигнала это самое перечитывание, поскольку большинство демонов так и поступают. Другой способ, каким образом система может напомнить процессу о себе, это лимиты. И при достижении процесса какого-либо лимита, дальнейшие попытки выделения того или иного ресурса для него будут приводить к ошибкам. Например, у процесса может быть лимит на занимаемую оперативную память, и он не сможет больше себя лоцировать по памяти, чем ему разрешено. У него может быть лимит на количество файловых дескрипторов, и он не сможет больше открывать файлы или принимать соединения по сети, когда он этого лимита достигнет. Или у него может быть лимит на размер записываемого на диск коре файла, в случае, например, его аварийного завершения, в итоге он будет записан не полностью. Таких лимитов много. И надо понимать, что эти лимиты на самом деле выписываются не на процесс, а на пользователя. И разделяются все вместе между процессами данного конкретного пользователя. То есть, если у пользователя есть лимит на 1024 по умолчанию открытых дескриптора, то, значит, все его процессы в сумме могут открыть 1024, а не каждый по 1024. Из-за этого свойства эти лимиты так и называются user limit или сокращенно u-limit. Для работы с ними используется, как ни странно, утилита, которая так и называется u-limit. И набрав u-limit минуса, вы можете увидеть, какие лимиты вообще существуют и какие значения для них выделены в текущей конфигурации. Скажем, в текущей конфигурации лимитное количество открытых файлов для пользователя.ru 1024 и дальнейшие попытки открытия файла или установления сетевого соединения после того, как будет в сумме 1024, будет приводить к ошибке. Каким образом? Ну, понятно, что, например, в случае, если в системе требуется запустить, например, веб-сервер, которому потребуется обрабатывать большое количество подключений, такого лимита будет недостаточно, и его потребуется поменять. И если для управления лимитами существует... Существует etc-security-limits.conf. Открыв этот файл, вы можете увидеть, что лимиты упоминаются двух видов, soft или hard. Смысл их таков. Не привилегированный пользователю, также доступна команда u-limit, и через нее он может пытаться менять лимиты. Мягкий лимит – это тот, который будет выставлен данному пользователю по умолчанию, при логине в систему. Однако, при необходимости, он сможет самостоятельно поднять себе этот лимит выше, но не выше жесткого лимита. Скажем, если я для пользователя юзер укажу мягкий лимит на количество файлов 2048, а жесткий лимит на количество открытых файлов 4096, то для пользователя юзер, при его логине будет задаваться 2048, лимит на 2048 дескрипторов, но он сможет его себе поднимать не выше, чем до 400 096. Проверим это. Зайдем под пользователю юзер в эту систему. И видно, что лимит на количество открытых файлов 2048, однако пользователь его может себе поднять. Пусть поднимутся, скажем, до 3000. Он стал 3000. По дому до 4000. Я продумаю сейчас. Поднимаю его выше, он будет задан. И где-то я ошибся, из-за чего он не может быть поднят дальше. Сейчас я открою файл, и пойду, где же я ошибся. Вверх. Пусть поднимает. Продолжение следует... Да, я в данном случае допустил ошибку, из-за которой я не могу поднимать лимит выше, чем где-то 2100, к сожалению. Однако, смысл наличия отдельного мягкого жесткого лимита, чтобы пользователь мог себе поднять лимит при необходимости, но по умолчанию он был меньше. Например, если из-под этого пользователя запускают те или иные процессы, то он мог их запустить с меньшим лимитом или с большим, поскольку лимиты для процесса учитываются именно те, которые были актуальны для данного пользователя в момент его запуска. Изменение того или иного лимита для данного пользователя сейчас не повлияет на уже запущенные из-под него процессы. Поэтому, используя различные значения лимитов вплоть до жесткого, пользователь может запускать с разными лимитами свои собственные процессы таким образом. И наиболее часто используемые лимиты для приложений – это лимит на количество открытых файлов, лимит на занятую оперативную память. Вот он здесь по умолчанию не лимитирован, но его можно для тех или иных процессов лимитировать. Например, если вы считаете, что они могут употреблять больше памяти, чем надо, и вы решили, что пусть лучше он завершится, чем съезд всю память в системе. Также это лимит на процессорное время, на количество процессовых потоков, запущенных из-под данного пользователя, и на размер файла дампа памяти, так называемый core file size. Поскольку те из вас, кто уже, наверное, занимался программированием на компилированных языках, замечали, что в случае возникновения фатальной ошибки, такой как выход за пределы выделенной памяти, процессы пишут в специальный файл, так называемый core dump, в котором содержится содержимое оперативной памяти всего процесса на момент возникновения ошибки. И это предназначено для того, чтобы с помощью отладчика можно было эту ошибку найти и исправить. Но поскольку прежде чем core dump произойдет, процесс мог потребить произвольное количество памяти, например, в связи с ошибкой он мог израсходовать ее всю, то на размер такого дампа выставляется лимит. В данном случае лимит по умолчанию вообще ноль, то есть дампу вообще записаться не даст. Однако в случае, если вы, например, разрабатываете что-то на C, и вам необходимо использовать отладчик, то вам понадобится поднять этот лимит и сконфигурировать в системе путь, в который этот core dump будет сохраняться с помощью соответствующего CIS-KTL. то есть kernel core pattern равно core, то есть в данном конкретном случае просто файл с именем core будет сохраняться подобный дамп, и в дальнейшем с помощью отладчика можно будет к нему подключиться и понять, что именно произошло. Еще один важный набор параметров, влияющих на поведение процессов, это переменное окружение. Переменное окружение – это просто некий набор ключей и значений, которые могут измениться динамически прямо во время работы процесса, то есть он может их задавать или убирать себе сам, и который может наследоваться или не наследоваться при запуске дочернего процесса, в зависимости от того, какое из большого количества системных вариантов системного вызова EXEC используется. И эти переменные окружения могут влиять каким-то образом или наоборот не влиять на поведение процесса. Например, некоторые из них могут использоваться в коде самого приложения для того, чтобы брать какой-то элемент своей конфигурации. Например, если вы пишете веб-сервер, вы можете, например, из каких-то соображений сделать так, чтобы он порт, на котором будет служить, принималось переменное окружение. Ну и некоторые из них важны для запуска практически любого исполняемого файла. Одни из таких важных переменных – это ld-preload и ld-library path. Если, например, вам необходимо подсунуть к приложению библиотеку свои собственные реализации системных вызовов, например, для того, чтобы их обернуть, для какой-то отладки, скажем, не стены вызовов, а библиотечных функций, скажем, вам вдруг станет интересно, когда же это приложение вызывает стр-ц.мп, и вы захотите залогировать каждый вызов такой функции, вы можете взять свою собственную библиотеку, создать свою собственную библиотеку, в которой будет переопределено значение стр-ц.мп, которая будет вызывать системную функцию сравнения строк, но перед этим логировать, что она была вызвана. И для того, чтобы подсунуть в такую библиотеку приложение, потребуется указать, собственно, вашу библиотеку в переменное окружение ld-preload. ld-preload равно что-то там ISO и запуск конкретного приложения. В таком случае, в первую очередь, будет загружена конкретно эта разделяемая библиотека и именно код из нее будет использоваться для тех или иных функций. Также может возникнуть ситуация, когда разделяемые библиотеки лежат в каких-то нестандартных путях, и приложение их при запуске просто не видит. Указать эти пути можно, задав переменное окружение ld-library-path. Это еще одно важное системное переменное окружение, которое зависит, каким образом будет запущен процесс. И проверить, с какими именно переменными окружениями он был запущен, может, и с помощью специального псевдофайла в файловой системе PROC. А, у меня сеть подотвалилась, извиняюсь. Вот, все, отпустило. Вот, видно, например, что данный процесс был запущен с большим набором различных переменных окружений, и эти перемены он использует для своей конфигурации, своих собственных действий. Например, переменное окружение path, командные оболочки используют для того, чтобы искать, в каких именно директориях находятся исполняемые файлы команд. Переменное окружение shell она использует для того, чтобы понять, какой именно shell мне нужно запустить, в данном случае, конечно же, bin-bush. Или для подобных вещей. Задать переменное окружение из командной строки можно простой служебной команды export. И посмотреть значение конкретной переменной окружения можно просто вывести ее на языке командного интерпретатора на экран. А посмотреть список всех можно printend. И среди них будет переменное окружение fu, которое я только что задал. Ну и много других, необходимых для работы терминала. Теперь, обсудив то, что из себя представляют процессы, надо понять, каким образом они запускаются. Самый первый процесс в пользовательском окружении системы, ENIT, запускает ядро при загрузке системы. Как мы уже обсуждали. Откуда же берутся все остальные процессы? В Unix системе есть только один способ порождения процесса. Это клонирование самого себя. И для этого используется библиотечная функция fork. И для этого раньше исторически использовался системный вызов fork. Сейчас системный вызов fork, как вы, наверное, знаете, не используется. А в чем была с ним проблема и какой из них сейчас используется, кто знает? Ну, системный вызов fork работал тупо примитивно. Поскольку когда нужно было создать копию процесса, он просто брал и копировал всю оперативную память, занимаемую процессом для него. Это неэффективно, ведь если процесс занимает много памяти и ему требуется выполнить fork, то эта операция будет тяжелой. Нужно будет скопировать много памяти. Особенно это обидно, если он делал fork исключительно для того, чтобы запустить из-под себя потом другое положение с помощью системного вызова EXE. И семейство EXEC, которое просто позволяет заменить себя на какой-то другой процесс. И это способ, собственно, которому запускаются процессы. И в таком случае fork бы работал очень и очень неэффективно. И в рамках унификации процессов и потоков для тех и для других используется системный вызов клон. Системный вызов клон не занимается никаким копированием памяти, но при создании потока он просто создает еще один процесс в том же адресном пространстве, что и остальные. А при создании нового процесса, для того, что происходит при использовании гиблиотечных функций fork, он тоже на самом деле память не копирует. Он просто создает отдельное адресное пространство, используя технологию Copy and Write, указывает, что это адресное пространство смотрит на те же самые страницы памяти, что и по пространству родительского процесса. Однако в ситуации, когда или родительский процесс, или дочерний, какие-либо страницы памяти меняют, тогда и происходит их дупликация. То есть если или родительский процесс, или дочерний в свою память что-то пишет, то в таком случае для дочернего процесса выделяется его собственная отдельная страница. Таким образом, если дочерний процесс либо почти ничего не делает и быстро завершается, как это часто бывает, либо запускает вместо себя совсем другой процесс, либо просто выполняет какие-то действия, но большую часть памяти при этом не трогает, клон работает таким образом максимально эффективно и недолго в смысле процессорного времени копирования памяти, ни затратного по самому количеству оперативной памяти в создании полной копии процесса с независимыми данными не происходит. Именно такой подход используется сейчас. Однако каким образом можно запустить какой-то другой процесс? Например, как терминал, как вот из терминала, из командной оболочки я запускаю, скажем, процесс LS. Ведь fork позволяет запустить протоколы копии текущего процесса, и было сказано, что это единственный способ создать новый процесс. Существует комплементарный, так сказать, к fork, даже на самом деле семейство системных вызовов, а не один. Нет такого системного вызова exec. Есть огромное количество разных execs, в зависимости от того, как именно нужно запустить приложение, его нужно запустить такими-то аргументами командной строки, с такими-то переменными окружениями, с такими-то переменными окружениями аргументами командной строки и так далее. Существует много всяких разных. И exec позволяет данному процессу заменить себя на другой процесс. То есть, например, когда из баши запускается LS, то баш сначала fork, запускается второй процесс баш, а он немедленно делает exec на bin.ls. И в таком случае вместо него запускается процесс LS. И это единственный способ, которым размножаются процессы. И здесь есть подвох. После того, как процесс сделал fork, и у него таким образом появился детеныш, начальник процесс, который от него ответвился, может ли этот процесс просто забыть об этом, продолжать работать дальше, как ни в чем не бывало? Если он так поступит, к чему это может привести? Да, хорошо. Слово правильное. А каким образом? Какая информация? Нет, дискрипторы открытые не останутся. Какая информация останется о процессе после завершения, если родитель не обращал на это внимание? Да, верно. Код возврата останется. Для того, чтобы родитель мог обработать код возврата процесса детеныша, процесс детеныша на самом деле не полностью завершается после того, как в нем был сделан экзот. Он остается в так называемом состоянии зомби. Процесс зомби не потребляет ресурсов, у него нет открытых файловых дескрипторов, он не занимает оперативной памяти. В том смысле, что для него нет выделенного адресного пространства. От него остался практически только его бывший ПИД и код ответа, который должен обработать родитель. Родитель должен для этого выполнить системный вызов в Эйд с ПИДом этого процесса. Этот системный вызов вернет ему код возврата, с которым завершился дочерний процесс. Для того, чтобы родительскому процессу не приходилось вечно сидеть в этом системном вызове и ждать того, чтобы детеныш завершился, он может завершиться условно никогда. Система может сама напомнить родительскому процессу о том, что завершился один из его детенышей. Для этого используется сигнал SIGCHILD. Когда один из дочерних процессов завершается, то система отправляет сигнал SIGCHILD к дочернему процессу. И таким образом он знает, что необходимо на дочерние процессы попробовать выполнить в Эйд. Какой-то один из них завершился, и нужно это обработать. А что произойдет с детенышем, если родительский процесс завершился? Потом был родительский процесс, выполнил форк и завершился, запущен детеныш. К чему это приведет? Нет. Сигнал он получит, только если была завершена сессия. А это могло пойти не в рамках сессии. Это просто какой-то процесс, например, какой-нибудь демон запустил, сделал форк и завершился. Что произошло? Можно, но и биться должен поведение. А? Почему? Как-то как-то всех детенышей передать родителям. Ну, то есть вот этот процесс говорит, что детеныш, он может дать все свои родители, как детеныши. Почти правильно. Тут только лишь осиротевшие процессы, в этом смысле, будут установлены, так сказать, не родителям данного процесса, в общем случае, а ЭНИТом сразу. То есть это может быть долгая цепочка наследования. Один процесс запустил другой, другой запустил третий, третий запустил четвертый. Но однако же, если, например, третий процесс в этом примере завершится, то не второй унаследует четвертый процесс, а родителям четвертого процесса сразу станет ЭНИТ. Любой грамотно написанный ЭНИТ немедленно проигнорирует явно коды ответа всех зомби, которые стали его детьми, и эти зомби таким образом завершатся. То есть если вы увидите, что в системе плодятся зомби, то это значит, что какой-то процесс не прибирается своими детьми, но если его завершить, то всех немедленно унаследует ЭНИТ, и он явно проигнорирует их коды ответа, и это приведет к завершению зомби. Другим способом остановить зомби-апокалипсис в системе нельзя, они ни на какие сигналы не реагируют, и убить их даже девятым сигналом не получится, поскольку зомби – это всего лишь набор информации, который должен быть обработан. Однако ресурс пидов в системе ограничен, и может возникнуть ситуацию, когда зомби, например, займут все доступные пиды, и новые процессы не смогут запускаться. Или, что произойдет, возможно, скорее всего, раньше, закончится лимит на количество процессов у данного пользователя, и он не сможет запускать больше процессов, просто потому что этот лимит будет весь выбран за боками. Каким образом понять, что делает процесс? Вы, по идее, учитесь на разработчиков, значит, вам может потребоваться разобраться в том, как работает написанная вами программа, или что бывает тяжелее разобраться, как работает программа, написанная кем-то другим, с которой вам нужно что-то делать, и какие утилиты в этом случае нужно использовать. Если вы видите, что проблема с работой данной программы связана с выполнением каких-то системных вызовов, именно что просто как-то связано, например, программа пытается открыть какой-то файл, и непонятно какой, она его не находит, или что-то ей в этом файле не нравится, она завершается, то вы можете использовать для отладки этой ситуации стрейс. Стрейс предназначен для работы с… для того, чтобы показывать, какие системные вызовы делать в положении. То есть, если она говорит, куда-то find the file test.txt, the exiting, и вы не понимаете, где же она его ищет, вот в этой директории есть файл txt, куда она за ним лезет, вы можете сделать стрейс на эту программу и грепнуть просто по стрейсу test.txt и увидеть, в какой директории она его искала. Это один из примеров. Другой из примеров, это, предположим, есть у вас приложение, которое запущено, останавливать нельзя. Оно пишет лог, но пишет его в divnul. Как посмотреть, что оно пишет в divnul? Если, например, приложение работает не очень правильно, но остановить его нельзя, вам хочется почитать его лог, а лог пишется в divnul. То есть, прочитать его из divnul уже невозможно. То можно также подключиться к процессу с трейсом и посмотреть, какие же он делает системные вызовы на запись в divnul. То есть, он пишет, например, сообщение, о каких-то страшных ошибках, увидев которые, вы понимаете, что надо делать и таким образом принимаете необходимые меры. Но как быть, если проблема заключается не во взаимодействии процесса с системой, а с его собственным кодом? Например, просто процесс запущен, и непонятно, что он сейчас делает. Для того, чтобы стало понятно, что он сейчас делает, нам помогут утилиты из пакета GDB. Gnude Bugger – это основной отладчик, используемый во многих Unix системах. Но однако же, работать с GDB вас, самим GDB вас научит, если вы будете входить на какой-то курс, связанный с программированием, например, на C или C++. А для простых людей обычно достаточно посмотреть стэк. Программный стэк, который в каждом потоке выполняется. И видно, что здесь в функции main запущена функция manager loop, в manager loop запущены event wait, а там depol wait. И вот именно этим ожиданием и занята программа. Так, на первый взгляд, понятно, что происходит, но не очень хорошо. Не видно, например, какие аргументы переданы функцией. Как быть? В этом нам поможет наличие… Для того, чтобы посмотреть стэки более подробно, потребуется установить отладочную информацию для библиотек, используемых данным приложением, а также при наличии для самого приложения. Установим отладочную информацию с помощью команды, которая присутствует, например, в презентации. Вы можете ее посмотреть для набора стандартного библиотека языка C. И посмотрим, что же именно… какие же именно функции из этого стандартного набора библиотек вызваны и каким образом. Установка этой отладочной информации позволит сделать вывод стэков гораздо более информативным. Но, к сожалению, не конкретно в этом случае. Понятно. Здесь установлено… Она установилась не для той версии глипцов, которая у меня здесь стоит в системе. Поэтому, к сожалению, да, сейчас придется мне поставить ее еще раз. И тогда все будет нормально. А, к сожалению, да, надо поступить чуть иначе. Да, просто с момента, когда я подготовил эту вертолку, появилось обновление. И я установил отладочную информацию не для текущей версии библиотеки, а для последней, которая сейчас в системе не используется. Поэтому я сейчас его просто откачу на ту отладочную информацию, на ту версию, которая используется в системе, чтобы показать вам, как это работает. Спасибо. Спасибо. Для самой библиотеки указано, как минимум, в каком файле исходного кода, на какой строчке надо смотреть и что именно там происходит. Это базовое средство отладки, которое показывает состояние текущего процесса со всеми его потоками. И если программисты этого процесса были достаточно культурными и функции в своем приложении назвали так, что название отражает их задачу, можно попытаться понять, что же именно делает приложение. И действительно, с установленной отладочной информацией становится видно больше, но и этого может быть недостаточно. Ну да, вот сейчас, например, у приложения такой стек, потом сякой стек. Что же именно оно делает большую часть времени и как это понять? Для того, чтобы это понять, существует замечательная подсистема PERF в гидре Linux. Работа под системой PERF заключается в следующем. Какое-то определенное количество раз в секунду, которое адаптивно подбирается в зависимости от текущей нагрузки на систему, PERF берет и сохраняет, так сказать, слепок текущего состояния процесса. Но не все оперативные памяти, естественно, от того, какие именно функции в нем были запущены. И затем на основе нескольких тысяч таких запусков оно собирает статистику и смотрит, в какой же именно части своего кода приложение проводило больше всего времени. Ну и поскольку PERF – это механизм ядра, то он то же самое делает не только для функции самого приложения, но и для функции самого ядра. Таким образом, можно довольно точно смотреть, что же именно происходит в системе, например, запустив PERF-топ. Для этого, конечно, надо PERF установить. Вот данная система, правда, ничего сама не делает, в ней сейчас никакие какой-нибудь загруженные приложения не запущены, поэтому PERF не очень информативный. Видно, что именно сам PERF и создает наибольшую нагрузку на систему, потому что ничего больше на нее сейчас нагрузку не создает. И ничего, к сожалению, суперинтересного, такому образом показать не удастся. Если же запустить предыдущую команду, которая просто брала и исчитывала весь диск, то можно увидеть, что большую часть времени в этом случае система проводит в копировании строчек, что очевидно, и в прерывании, что очевидно же. И происходит это, опять же, внутри самой системы, поскольку само приложение ничего не делает, оно просто перекладывает из одного дискриптора в другой, а надрывается сама операционная система, работая с оборудованием, жестким диском. А работа с оборудованием реализована через прерывание, то есть каждый раз, когда результат отправленной команды готов, происходит программное прерывание и вызывается обработчик того, что эти данные пришли, как с ними надо поступить. Именно это сейчас и показывает PERF, что именно происходит. Прошу обратить внимание, что здесь практически все кернул, то есть видно, что большая часть нагрузки на систему сейчас находится на стороне ядра, а не на стороне пользовательского приложения. Вот оно все завершилось. Для того же, чтобы понять, чем же именно занималось приложение за все время своего запуска, может использоваться, к примеру, PERF-стата. Для трассировки средствами PERF того, что происходит в определенные моменты запуска приложения, с указанием времени, когда происходило то или иное действие, может использоваться PERF-трейс, как весьма полноценная замена S-трейсу. Это одна из наиболее мощных учителей для отладки того, что именно происходит с системой или что делает то или иное приложение, на что именно оно тратит процессорное время. Ну, это все, конечно же, механизмы, связанные, которые частью самих приложений, запущенных в системе, не являются. Но, может быть, в приложении писали культурные люди, оно само пишет в блог, что с ним происходит. Для того, чтобы приложение могло сообщить администратору о том, что с ним происходило в то или иное время, используются файлы журналов, так называемые логи. Приложения могут писать их самостоятельно, могут использовать для этого демон системного логера, о чем мы более подробно поговорим на четвертом занятии. И все системные приложения, а также ядро, также пишут свои логи и системный логгер складывает в сконфигурированные в нем файлы. Каким образом они сконфигурированы, где мы опять же узнаем на четвертом занятии. Пока что просто для отладки своих собственных экспериментов с теми узнаем. Посмотрим два из них, наиболее важных. Это Warlock Messages, в котором находятся практически все сообщения о том, что вот здесь вот происходили установка приложений, о том, что происходило, например, с оборудованием при старте системы. И второй из них – это Warlock Secure, в котором указывается все, что связано с безопасностью. В первую очередь, события логинов в системе и события повышения привилегий, например, с помощью суда и лесу. Однако же приложения могут писать и свои собственные логи, не используя системный логгер. И по умолчанию обычно они находятся в директории Warlock, хотя и не всегда. Никто не мешает приложению писать их куда-то еще, но начинать искать следует именно оттуда. О системном логере мы поговорим более подробно на четвертом занятии. А сегодня я предлагаю завершать, поскольку уже время подходит, а мы его, к сожалению, довольно много потратили на работу с виртуалками. Пришлось довольно сильно спешить. Поэтому, во-первых, сразу упомяну о втором домашнем задании. Второе домашнее задание использует по большей части материал, материал, который мы рассматривали на первом занятии, а также надежду на то, что вы посмотрели или вы самостоятельно освоили или освоите написание скриптов на баше. И для выполнения этого задания необходимо в свободной форме написать скрипт, автоматизирующий добавление набора пользователей, групп, в которые они входят, как их логинные группы, так и опционально набора дополнительных групп, в которых они могут находиться, домашних директорий пользователей, хэше, их паролей, также, возможно, прочих атрибутов, которые могут принадлежать пользователям в выбранном вами формате. Для этого необходимо писать баш-скрипт. Представьте себе, что у вас будет 100 систем, и в каждую из них нужно добавить один и тот же набор пользователей. Соответственно, вы пишете скрипт, который это автоматизирует и принимает информацию об этих пользователе в выбранном вам формате. Таким образом, чтобы, например, и стараетесь делать это так, чтобы вам самим было удобно с ним работать. За выполнение этого домашнего задания означает 20 баллов. И если вы выполните, вы сумели установить чеченную виртуалку, выполните это задание следующее, это уже тройка и гарантированный, таким образом, зачет по этому курсу, который позволит вам продвинуться дальше в программе технотрека.